всем привет дорогие друзья из солнечной аланьи привет сегодня 30 апреля мы приехали снимать репортаж для одного из телевизионных каналов турции вы увидите как это происходит и одновременно покажу вам что у нас происходит в городе если говорить о ситуации то завтрашнего дня с 1 по 3 мая у нас опять комендантский час на данный момент все закрыто потихоньку страна с середины мая будет возвращаться к нормальному образу жизни будут открываться торговые центры какие-то маленькие магазинчики и так далее ну а сейчас мы находимся с вами в крепости и я покажу вам всю ту красоту которая нас здесь окружает на набережной конечно же никого нет обещают ближайшие дни очень очень дождливую погоду но нам сегодня повезло и сегодня солнце мы приехали снимать в крепости многие из вас здесь были но к сожалению в ту сторону проход закрыт обычно мы всегда ходим в эту сторону и здесь очень красивые виды открываются на аланью и на саму крепость снимать мы решили здесь и здесь тоже будет очень красиво посмотрите какая у нас здесь старина крепость вы знаете была построена в 1000 строительство было начата в 1223 году султаном аллайтином кейкубатом и когда вы приезжаете в аланью обязательно посетите эти великолепные исторические места благодаря атаки чтобы прохождение работы в том числе с людьми в более 12 на такой ситуации субботой веки и в чемпионатином поцервасти и в 2017 году субботой не Посмотрите, какая здесь красота, традиционные лонийские дома. И сейчас будем делать маленькие видео. Отбивки между теми вопросами, на которые я отвечала. Мустафа Бэй, который является представителем агентства Анадолу. Профессиональный журналист. Человек, интересующийся всеми сферами жизни. И, как вы видите, Красная башня закрыта. Но очень красиво. Как давно мы не были в крепости, друзья. Красота просто невероятная. Посмотрите, здесь был старый дом. Его отреставрировали традиционный турецкий дом. Мушмула, плоды, море. Красота просто невероятная. Всё такое яркое, сочное. Вот что значит долго сидеть дома. Начинаешь... Как будто заново начинаешь открывать для себя Аланию. И вот здесь также располагается одно из муниципальных зданий, где расположен управляющий крепостью, расположен менеджмент крепости. Айхан, носу гизельма? Очень красиво. Очень? Да. Зелень какая. Какая потрясающая зелень. И пока я снимаю для вас репортаж, Мустафа нас тоже фотографирует для газеты. А здесь в крепости расположен старый хамам. Постепенно, как вы видите, в крепости всё реставрируют. Вот такие вот деревянные настилы появились. Здесь небольшой музей, источник. И мушмула. Друзья, сочная, спелая мушмула. Про неё я вам рассказывала. Мушмула – это вот такие вот фрукты. Плотные, но очень мясистые и мягкие. Красота невероятная. А если идти дальше вниз, можно попасть на берег. Всё постепенно реставрируют. И становится здесь очень красиво. Настраивают камеру, снимают с разных позиций, чтобы репортаж получился хороший. И... Птиц! Очень много птиц! И тишина невероятная! Пишите обязательно в комментариях, кто из вас был в Красной башне. Ну, а кто не был, в следующий раз, когда вы приедете в Аланию, обязательно посетите это потрясающее место. Снимаем разные отбивки для видео и... для новостного видео. И показываю вам ещё раз море. Сегодня оно неспокойное, потому что обещают дождь. И гуляет одинокий кот, которому, наверное, очень-очень скучно. Но красота всё равно неописуемая. Ярко, зелено и красиво. Здесь собирают мушмулу. Сочную, сладкую. Мероба, колай, гельсин! Мероба, саула! Ваш блудук! Мушмула – очень вкусный фрукт. И кто любит, обязательно пишите в комментариях. Посмотрите, какая зелень просто пышная, яркая, сочная. Начался небольшой ветер. Я думаю, вы это чувствуете, прям в камеру задувает. И сейчас мы с вами наконец-то спустимся к морю. И, конечно же, насладимся красотой Средиземного моря. И многие из вас знают, кто смотрит мой канал давно. Про этот пляж я рассказываю всегда. Это один из самых классных пляжей в Аланье. Попасть на него можно через вот эту вот дверь. Конечно, когда всё открыто. И эта дверь открыта до 6 вечера в обычные дни. И находится она прям под самой красной башней. Имейте в виду, до 6. А когда эту дверь закрывают, вон, вы видите, напротив лесенка, то можно подняться там и пройти через крепость мимо красной башни. Здесь у нас смотровая площадка. Одна из самых популярных. И открывается вид на крепость и на пляж. Здесь очень классный пляж. На этом пляже не бывает практически волн. И этот пляж, конечно же, дикий. Здесь нет никаких удобств. Но хороший вход и очень красивая атмосфера. Можно отдыхать с детишками и наслаждаться вот такой вот красотой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дети могут играть в тени деревьев А родители отдыхать на лавочках На центральной площади в апреле месяце Высаживают многочисленные тюльпаны Сейчас высадили летние цветы Но круглогодично эта площадь Очень красивая, яркая, зеленая В центре Алании сейчас на улице Ататюрка Идутся работы по расширению этой улицы Народа не так много И сейчас мы отправляемся к нашему офису Который находится на пятничном рынке И проезжаем мимо многочисленных магазинов Которые, к сожалению, закрыты Кафе, рестораны работают только на вынос Некоторые маленькие магазинчики открыты Но в большинстве своем все магазины все-таки закрыты И сетевые магазины осуществляют продажи только по интернету Стоят припаркованные машины Людей совершенно на улицах нет Такси также ждет своих туристов А мы находимся уже на пятничном рынке Мы сейчас находимся на пятничном рынке Рынок перенесли на четверг Потому что завтра в пятницу начинается комендантский час Но вы это видео смотрите уже после комендантского часа Потому что я ждала, когда выйдет сюжет на телевидении Чтобы также включить его в это видео Сегодня у нас получилась такая вот интересная прогулка Как я говорила, погода переменчивая То солнце, то пасмурно, то облака Но настоящая весна Как вы видите на рынке много народа Магазинчики тоже открыты И мы идем в офис, чтобы доснимать наше видео Продолжение следует... Я приглашаю в инуюώνу... Мы делаем информационные видео, также репортажи с разными интересными людьми, посещаем деревни и показываем красивые места Алании и Турции. Почему мы это делаем? Потому что, к сожалению, в мире, в социальных сетях, в прессе очень много неправильной информации об Алании и Турции. До сегодняшнего дня наши видео набрали более 5 миллионов просмотров и за последний месяц, точнее 28 дней, более 200 тысяч просмотров и более 2 миллионов минут просмотров. Это около 4 лет непрерывного просмотра видео. Наши видео смотрят люди из более чем 30 стран, и мы своими видео хотим дать всем позитивный настрой, энергию Алании. Мы делимся видео с морем, с зеленью, с солнцем, пляжем, историческими местами. Эти видео делают людей счастливыми. Наши видео длятся не более 20 минут, но мы в каждом видео говорим о ситуации в Турции, в мире, и в каждом видео делимся морем и природой Алании. До сегодняшнего дня за последние 28 дней, YouTube считает по 28 дней, мы сняли 15 видео, и каждую неделю мы снимаем по 2-3 видео. В прессе, в социальных сетях столько разной информации, когда начнутся авиаперелеты, сколько в Турции заболевших, сколько человек выздоровело. Мы всегда говорим о том, что самую верную и точную информацию можно получить на сайте Министерства здравоохранения Турции или на других государственных страницах. Турция на данный момент единственная в мире страна, где нет проблем с масками или другими медицинскими принадлежностями. Нет абсолютно никаких проблем. Мы следим за новостями из других стран, и везде не хватает масок, защитных халатов, жидкости для дезинфекции, много чего не хватает. И Турция единственная страна, где в больницах есть абсолютно все и даже запас. И мы за это очень благодарны. Система здравоохранения Турции известна во всем мире. Тысячи иностранцев приезжают в Турцию каждый год на операции и различные процедуры. Сейчас прогуляемся с вами чуть-чуть по этой улице до рынка. Как я уже сказала, рынок сегодня в четверг, потому что завтра начинается трехдневный комендантский час. Вот на таких штуковинах квадроциклов ездят здесь. Очень много народу на рынке, потому что все закупаются. Мы уже закупились, и вход на рынок без масок, конечно же, запрещен. Как вы видите, между продавцами расстояние 3 метра все соблюдают дистанцию. Ну, а мы едем дальше. Дорогие друзья, вот такое вот интересное видео у нас получилось. Я надеюсь, что вы не забываете включать субтитры, которые всегда есть в моих видео для того, чтобы смотреть перевод на русский язык. Ну, и, конечно же, те, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на наш канал. Заходите в описании под этим видео на сайт нашей компании. Обращайтесь ко мне по любым вопросам на мой номер WhatsApp, который также есть в описании ко всем видео. Ну, и, конечно же, не забывайте смотреть наши интересные, самое главное, полезные видео. И в следующем видео мы обсудим с вами очень важную тему, которая касается системы «Все включено». Я не обсуждала с вами эту тему ранее, потому что мне нужно было собрать информацию, посмотреть и русские источники, и, самое главное, турецкие источники, что говорят, как все будет устроено. Поэтому всю прошлую неделю я собирала для вас информацию, а в ближайшее время я сделаю видео, и мы с вами посмотрим и источники, и, в общем, как эта система будет выглядеть, что говорят на данный момент. Поэтому, если вы еще не подписались на канал, обязательно подписывайтесь. Ну, и смотрите все те предыдущие видео, комментируйте, ставьте пальчики вверх, в общем, делайте на моем канале все, что хотите. Кроме, кроме оскорблений, кроме перехода на личности и кроме разговоров о политике, религии и национальных вопросах. Да, друзья, на моем канале запрещено говорить о политике, религии и национальных вопросах. Запрещено переходить на личности, запрещено оскорблять кого бы то ни было, а разрешено все самое классное и позитивное, и разговоры по теме, конструктивные диалоги, конструктивная критика, конструктивные предложения. Поэтому мы всегда открыты для ваших предложений. Если у вас есть какие-то пожелания для новых видео, обязательно пишите, будем рады. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока из солнечной Алании. Субтитры подогнал «Симон»!